Хей, ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой бьюти-канал, снова меня зовут Юля, и я извиняюсь, что меня так долго не было на ютюбе, я долго не записывала видео, мне кажется, больше месяца, и, наверное, вы знаете, почему многие сейчас блогеры не записывают, не выкладывают никакие веселые ролики, потому что просто нет настроения это делать, но причина, почему я это делаю, выкладываю ролик с покупками из сифоры, это потому что я слышала, что ютюб вроде будут блокировать, вроде бы говорили понедельник, это день, когда будут все постепенно блокировать доступ к ютюбу, даже с випена нельзя будет на него зайти, и я подумала, что ну это просто знак, я хочу, если успею, не знаю, как бы сделать, загрузить видео, чтобы показать вам, что я купила на распродаже в сифоре, я думаю, что вы знакомы с распродажей в сифоре, она происходит два раза в год, называется она сифора веби сейл, и чем выше у вас статус, тем, естественно, у вас больше скидка, когда происходит это событие, сейчас мой статус руж в сифоре, потому что я много тратила денег, понятное дело, в прошлом году, но я все-таки не знаю еще, будет ли у меня, допустим, этот статус руж, и возможность купить с метику со скидкой 20% в следующем году или нет, поэтому я подумала, ну, даже если я не снимаю видео, все равно я хочу купить что-то, что у меня было в виш-листе, и также купить что-то, что у меня закончилось, и я это сделала, и, конечно же, как всегда, перед распродажей, наверное, за неделю до этого все блогеры, на которых вы подписаны, начинают выходить с видео рекомендации сифоры, что купить, мои фавориты, и иногда просто от этого может реально голова болеть, потому что, ну, каждый это делает, и я даже постепенно перестала смотреть эти видео, потому что я уже столько посмотрела, что я уже даже знаю, кто что купил на этой распродаже, вот, и, конечно, если бы не вот это вот влияние инфлюенсеров, да, бьюти-блогеров американских, я бы, наверное, ничего даже не купила в первый день распродажи, но, конечно же, эти видео повлияли на меня, я думаю, на каждого они влияют, вот, я очень надеюсь, что это видео вам поможет, может быть, в будущем понять, что вы хотите купить в сифоре русской, или когда можно будет заказывать посылки из Америки в американской сифоре, я не знаю, сейчас такое время, даже сейчас, когда я снимаю это видео, я вот думаю, а правильно ли это, или как бы, как воспримут это люди, но, опять же, я просто хочу, чтобы это видео подняло настроение, Самая главная цель этого видео, это просто немного отвлечь людей от новостей и того, что происходит сейчас в мире, давайте начнем с, наверное, первого пакетика, я зашла в сифору в первый день распродажи, естественно, потому что мне хотелось посмотреть вообще, какой вайб, что мне будет интересно приобрести, И я вышла вот с таким маленьким пакетиком, потому что я поняла, что мало что есть в магазине, то есть в магазине в сифоре много, все, понятное дело, но не было определенных товаров, которые, по-моему, я хотела купить, именно поэтому в ночь, когда произошла эта распродажа, я заказала отдельную посылку, но все равно зайти в сифору, когда распродажа, 20% скидка, это всегда круто, я обожаю И вот мой чек, за все про все я заплатила 90 долларов, скидка мне оказалась вроде бы 10 или 12 долларов, что-то вроде того, а так, первое, с чего я хочу начать, это мой любимый компонент в моей косметичке, это тинт от Rare Beauty, называется он Positive Light Tinted Moisturizer, и здесь SPF 20, что безумно здорово на самом деле, я взяла это в оттенке 20W, Кстати, я забыла сказать вам, мой кот сзади, он никуда не уйдет, это 100%, мой кот обычно любит сидеть на кресле, на котором сейчас сижу я, и каждый раз, когда я, допустим, ухожу из комнаты, а он спит, он просто лежит в моем кресле, и все, и ничего, и он никуда не уйдет, это 100%, и поэтому я говорю, все, ложись сюда, на эту полочку, и здесь он заснул, просто, как можно видеть, у него кошачий сон, потому что он только что поел, поэтому надеюсь, что кот вас не отвлекает, вот. Так вот, вернемся к этому тинту, я, если честно, изначально положила его в корзину, и хотела заказать посылка эта из Sephora, но когда я пришла в магазин, я решила посмотреть все-таки на этот тинт, потому что его много хайпили, многие его хайпили, и я видела много также обзоров, вернее, один обзор от Петти Алонса за ночь до этого, и, в принципе, не могу сказать, что мне понравилось, как этот тинт смотрелся на ее коже, мне показалось, что он вообще ничего не скрыл, и как-то кожа смотрелась неаппетитно, я бы сказала так, и поэтому я так, нет, наверное, все-таки он не подойдет мне, но многие, она в том числе говорила, что ей понравился финиш этого тинта, прям все понравилось, и стоит он недорого. Когда я зашла в Sephora, я все-таки решила посмотреть на эти тинты, я попросила девушку-консультанта подобрать мне цвет, она подобрала цвет, и я увидела, что этот цвет реально прям идеальнейший в данный момент для меня, ну, в сравнении с другими моими тональными основами, и я не пожалела, что я купила этот тинт, потому что я использую его, знаете, сколько, уже, наверное, полторы недели каждый день, я не нарадуюсь, если честно, настолько мне нравится финиш, не дает вам какого-то непонятного жирного блеска, жирный финиш, у этого тинта такой, я бы сказала, даже полуматовый финиш, и иногда даже мне не нужно использовать никакую пудру для закрепления этого тинта, или закрепления консилера, или чего-то еще, но я использую всегда все-таки пудру и консилер с этим тинтом, я считаю, что он смотрится просто бомбически, я не могу не использовать его каждый день, мне нравится упаковка, она очень милая, очень легкая, тюбик, понятное дело, то есть вы так выдавливаете, чик-чик, и все очень легко и просто, а я, кстати, не смотрела, где этот тинт сделан, я очень хочу это узнать, мне кажется, в Корее он сделан, он сделан в Италии, что здорово, это будет один из моих самых используемых тинтов на лето, это 100%, и каждый раз, когда я использую этот тинт, потому что у меня все-таки достаточно есть обширные такие поры на моем лице, не то, что они кратеры, но как бы их видно, особенно, когда ты используешь легкую форму тонального крема, именно поэтому я всегда использую с этим тинтом вот такой праймер от Benefit, и мне очень-очень нравится, как, даже сегодня я использовала этот тинт, кстати, забыла сказать, я сегодня использовала этот тинт и праймер, и пудру тоже от Huda Beauty, мне очень-очень нравится финиш, безумно красиво смотрится, прям, даже не скажешь, что у меня на лице тинт, такое ощущение, что это как тональная основа, потому что обычно, когда я снимаю, я все-таки использую тональную основу, я решила попробовать все-таки эти румяна от Huda Beauty, называются эти румяна Cheeky Tint Blush Stick, и я взяла это в оттенки Perky Peach, персикового цвета, изначально я не хотела их брать, но потом я все-таки решила подойти к стенду, к стенду, где косметика Huda находится, и посмотреть, и в принципе, когда я посмотрела и попробовала эти румяна на руке, я посмотрела, я поняла, что мне нравится текстура этих румян, поняла, что это будет просто идеально, опять же, оттенок на лето, эти румяна у меня, кстати, на лице, и мне очень нравится, как они смотрятся, самое интересное, что я нанесла эти румяна поверх пудры, поверх бронзера также, и эти румяна как красиво смотрелись, так они продолжают красиво смотреться, даже после нанесения это на пудру, что безумно здорово, и смотрится это очень естественно, если вы так вот полностью их вытрете в кожу, вот, смотрится очень красиво естественно, там были еще такие более, я бы сказала, экстремальные цвета какие-то, но мне показалось, что оттенок персиковой, это что-то, чего у меня не так много, потому что мне кажется, у меня больше все-таки розовых оттенков румян, поэтому я решила, что персиковый оттенок, это будет что-то, что мне понравится, и действительно мне понравилось, я думаю, что вы можете видеть, насколько это смотрится красиво на щечках моих, но вот все, кот ушел, и кстати говоря, эти румяна, они сделаны в Италии, так же, как и предыдущий продукт от Селены Гомес, что безумно здорово, я обожаю, когда продукция делается в Италии, итак, следующее, что я приобрела, это помада от Джорджио Армани, я ни разу не пробовала ничего от Джорджио Армани, я ничего не покупала сама, может быть, что-то я получала там, как пробник, или от Инфлюнстера, так вот, меня очень привлек ряд цветов помады от Джорджио Армани, и я решила посмотреть, что же это из себя представляет, и я точно помню, что когда-то я видела ТикТок, и девушка там говорила, что, типа, вот этот оттенок, он супер классный, и он тогда был распродан, когда ТикТок этот вышел, и я, если не ошибаюсь, оттенок, который она использовала, называется Selfless, по-моему, и когда я посмотрела на этот оттенок, я поняла, что, наверное, это все-таки баллон, потому что он просто идеальный, то есть это тот самый идеальный оттенок, хоть в день, хоть в ночь можно его носить, я его уже, кстати, пробовала, и мне очень понравилось, как он показывает себя, очень нежная текстура у этой помады, хоть эта помада может и кажется вам, что она смотрится как бальзам, это именно помада, и она реально долго держится на губах, я очень рада, что я все-таки попробовала этот бренд Джорджио Армани, я без ума от этого оттенка, и это все, что пока могу сказать об этом бренде. Последнее, что я купила, когда я зашла в Сифору в первый день на распродаже, это румяна от Сифора, я даже их еще не раскрывала, когда в Сифоре стартует это событие, Сифора Виа Би Сейл, вся продукция от Сифора Коллекшн, 30% скидка на все, даже не нужен код, я услышала от одной блогерши, она говорила, что типа вот эти румяна, они такие классные, типа покупайте быстрее, если вы хотите, потому что они как горячие пирожки распродаются очень быстро, я подумала, окей, я посмотрю в магазине, действительно, действительно, очень мало осталось оттенков красивых каких-то в Сифоре в тот день, и я поняла, что этот оттенок, который называется у нас Shame On You 01, он меня как-то привлек больше всего, но таким образом смотрится этот оттенок Shame On You, это будет очень хороший оттенок для повседневной носки, без скидки эти румяна стоят около 10 долларов, но с налогами может быть 11 долларов, и это все то, что я купила в первый день в Сифоре, так, ни о чем не забыла, кстати, ребят, Боба Ти, я опять прониклась в Боба Ти, если вы знаете, я жила в Азии долгое время, и я пила Боба Ти типа каждый день, когда вот ты идешь в университет, много очень киосков с Боба Ти, это очень популярно, даже, наверное, популярнее, чем кофе, и когда я приехала сюда в Штаты, я поняла, что Боба Ти вообще-то здесь тоже имеет популярность очень большую, и вот есть одно местечко, в котором я всегда заказываю Пок, и также Боба Ти, и вот я сегодня опять купила это, Uber Eats, и мне нравится, это мачо Боба Ти, в этот раз, конечно, Боба Ти не совсем сладкий, обычно он слаще, даже вот мой муж сказал, что его черный чай Боба Ти, вообще, там даже нет сахара, как будто бы просто чисто голимый черный чай и молоко, ну да ладно, но теперь давайте перейдем к моему другому заказу из Сифоры, этот заказ я сделала в полночь, после того, как началась распродажа в Сифоре, и у меня уже была готовая моя корзина, я знала, что я хочу получить, я знала, что конкретно мне нужно, а не просто, так знаете, слепая покупка, итак, первое, что я купила, это, естественно, крем от Сол де Жанейро, это их новый аромат, все-таки, как можно сказать, нет новому аромату крема от Сол де Жанейро, потому что все их крема так вкусно пахнут, я не смогла устоять, многие говорят, что этот крем пахнет как Бакарат Руж, или как он называется, я слышала много об этом парфюме, у меня его ни разу не было, когда я открыла этот крем, я поняла, что я влюбилась в этот аромат, мне кажется, этот крем, он пахнет даже вкуснее, чем их базовый крем, бум-бум крем, да, этот крем, он пахнет, как, знаете, дорогой парфюм, дорогие духи, нереальный аромат, я думаю, что я захочу купить полноценную большую упаковку 100%, кстати, слышала от многих девочек, что этот крем, он чуть более жирный и чуть более плотный, чем другие крема от Сол де Жанейро, я согласна с этим, этот крем, он действительно ощущается гораздо более таким увлажняющим, более плотным, и, кстати, я забыла сказать, но этот крем, он создан для того, чтобы восполнить недостаток коллагена в коже, сделать также кожу более молодовыглядящей, безумно рада покупке этого крема, я очень надеюсь, что скоро все мои крема закончатся, и я смогу, наконец-то, использовать, начать этот, посмотрим. Далее, что я заказала, это бальзам для губ от Givenchy, у меня ни разу ничего, опять же, не было от Givenchy, и я не смогла устоять перед этим бальзамом, потому что примерно года полтора назад у меня была такая идея, я об этом мужу сказала, почему бы не сделать такую помаду или блеск, в которой были бы разные слои в упаковке, да, и как бы можно было бы смешать, чтобы оттенок этой помады или блеска стал, допустим, более как светлым, или не смешивать, и тогда этот оттенок будет таким же, каким вот его произвели, и он говорит, типа, ну это прикольная идея, да, и вот когда я увидела, что Givenchy вышел с этим продуктом, а именно бальзамом, в котором разные слои пигмента, можно сказать так, я поняла, что я просто хочу это взять, потому что у меня такая идея тоже возникла, только одна упаковка, чего стоит, очень красиво, красиво все эти слои смотрятся, и, кстати, тут видны даже такие, как блесточки перламутровые, упаковка, она стеклянная, что безумно здорово, и здесь упаковка, она такая, как под кожу, и здесь такая блестяшечка, на которой написано Givenchy, мне кажется, кстати, этот бальзам подойдет очень хорошо, даже под мой образ весь коричневый сегодня, оттенок называется Milky Nude 110, и это тот оттенок, который большинство блогеров взяли, то есть я не видела, наверное, никого, кто бы взял более розовый оттенок, все почему-то решили взять именно такой нюдовый оттенок, такой оттенок, он подойдет ко всему, к любому образу. Вау, это пахнет, как, вы знаете, какая-то отдушка парфюмная, такой аромат цветочный, я хочу, наверное, немножко даже пробовать этого блеска, вау. Мне кажется, или этот блеск, он как бы должен увеличивать губы, потому что я нанесла его на свою помаду, и я чувствую такую, как мятную сенсацию, то есть, возможно, он это делает, но я не помню, чтобы это было написано. Увлажняет и плампс, то есть, да, это увеличивает губы. Блин, я ненавижу такие блески, которые увеличивают губы, потому что я не люблю именно вот эту сенсацию мятную какую-то на губах. Это не самая сумасшедшая мятная сенсация, которую я когда-либо пробовала. Мне кажется, этот блеск, он неплохой, но это определенно не будет что-то, что я буду использовать постоянно, потому что я не фанат блесков, которые способны увеличивать губы. Все оттенки распроданы, кстати, у этого блеска, только один оттенок остался. Блеск стоил 37 долларов, в принципе, я так и думала, почему-то. Givenchy, ну, это как бы такой прям дорогой лакшери бренд, поэтому, наверное, от этого бренда ты ожидаешь такой цены. Далее, что я купила, это сыворотка с витамином С от бренда Pharmacy. Эта сыворотка у нас стоила 50 долларов, если не ошибаюсь. 50 долларов, да, я была права, и ее, кстати, уже нет в наличии на Sephora. В общем, она чувствуется очень только прям жидкой-жидкой. Итак, что мы знаем об этой сыворотке? Это первая в своем роде безводная сыворотка с витамином С, заметно осветляет кожу, устраняет темные пятна и уменьшает гиперпигментацию. Этот клинически протестированный безмасляный концентрат с 10% L-аскорбиновой кислотой создан на основе безводной технологии для максимальной стабильности и эффективности витамина С до последней капли. Поэтому, да, я очень рада, что я купила эту сыворотку с витамином С от Pharmacy, и я в нетерпении уже начать ее пользоваться. Итак, следующее, что я купила, это опять румяна от Laura Mercier. Я поняла, что я ни разу не пробовала ничего от Laura Mercier, кроме ее пудровых румян, и поэтому я поняла, что я хочу попробовать что-то все-таки кремовое в кремовой текстуре от этого бренда. И Laura Mercier вышла с новыми румянами, которые называются Tinted Moisturizer Blush, то есть это увлажняющие румяна, которые в жидкой формуле. И я взяла оттенок South Bond, это, мне кажется, один из самых популярных оттенков, который, наверное, уже распродан, мне кажется, почему-то так. Это тот оттенок, который вы, скорее всего, захотите носить каждый день, такой розоватый, вау, почти даже не видно. Эти румяна нужно достраивать, их как минимум, наверное, слоя 2 или 3, чтобы они вообще проявились на ваших щеках. Да, смотрится очень красиво, кстати, нравится, как они смотрятся, и они прям почти сразу застывают, что мне тоже очень нравится. Да, такой красивый, розоватый, по-моему, это розоватый цвет, описывается как розоватый. Оттенок еще раз называется South Bond. Итак, следующее, что я купила, это помада от Merit. Я много слышала об этом бренде, у меня также есть парочка продуктов от этого бренда, но когда я увидела, что Merit вышли с этими помадами, я поняла, что мне нравятся оттенки, которые я вижу. Мне нравится эстетика этого бренда, естественно, этот бренд, он такой весь чистый, такой весь, знаете... Что сейчас очень модно, да? Я подумала, что будет здорово купить помаду в коричневом оттенке, потому что у меня не так много помад в коричневом оттенке. Сейчас у меня эта помада, кстати, есть. Вот таким образом смотрится упаковка. Изначально может показаться, что это какая-то дешево выглядящая упаковка, но она смотрится реально очень дорого. Она не чувствуется какой-то легкой, она такой чувствуется достаточно тяжелой, как вы знаете, помада должна чувствоваться в руке. И самый главный оттенок, который я взяла, называется Sleep. Что я всегда делаю, это я всегда иду в отзывы под любым товаром в Sephora. Если отзывы так себе, я даже не покупаю это. Если даже кто-то меня уговорит купить что-то в Sephora, я иду в приложение Sephora и смотрю на отзывы в первую очередь. Потому что это о многом говорит, даже больше, чем кто-либо из бьюти-блогеров, правильно? И когда я пошла читать отзывы об этой помаде, я была в шоке, потому что люди просто поют оды этой помаде. Я решила пробовать это тоже. Первое, что я увидела, почувствовала, это то, что эта помада, она очень пахнет, как, знаете, такая помада, которую вы покупаете за 15 рублей. Она очень пахнет, как гигиеническая помада, это факт. Не очень прям самый здоровский запах, но цвет мне на самом деле понравился. Я считаю, это очень интересный цвет. И я думаю, что он не только идеально подходит к моему сегодняшнему образу, но и также этот цвет просто идеально подойдет на осень, на весну. Мне нравится, как она смотрится. И, кстати, я даже кушала с этой помадой, и она осталась. Она не полностью исчезла, что безумно здорово, потому что все-таки эта помада не в матовой форме. Думаю, что я бы поставила этой помаде реально 5 звезд из 5. И оттенок, который я взяла, я вам уже сказала, называется Sleep. И эта помада сделана, мне кажется, почему-то она сделана в Италии, что тоже круто. Сейчас я поймала себя на мысли, что я хочу взять еще больше оттенков этой помады. Настолько мне понравилась эта формула, что я взяла. Это маленькая покупка, это карандаш от Make Up Forever. Он у меня в оттенке, который называется Endless Cacao 506. И прикол этих карандашей в том, что их можно использовать как для губ, так и, собственно, на глазах. Это супер классно на самом деле, потому что иногда ты думаешь, блин, вот этот оттенок был бы супер классным на глазах, а не на губах. Или наоборот. А это как раз-таки тот случай. То есть вы можете использовать этот карандаш как на губах, так и на глазах. Вот таким образом он смотрится. Я не думаю, что я бы использовала этот оттенок на губах, потому что он слишком смотрится темным. То есть, ну, нет. На глазах, кстати, я использовала уже карандаш этот, и мне очень-очень понравилось, как он смотрелся. Он как очень пластичен. То есть его можно как растушевать, так и просто сделать хорошую такую насыщенную стрелку. Мне очень понравился карандаш этот. И последнее, что я купила в онлайн-магазине в Сифоре, когда я делала заказ в первый раз, это мой, моя реперчис, то есть это то, что я покупаю уже второй раз. Это тинт от Fenty Beauty из Drop. Мой тинт закончился, и я была очень печальна, потому что, хоть у меня есть, допустим, тинт от Milk Makeup, который мне тоже сейчас очень нравится, у меня есть тинт от Rare Beauty, я все-таки всегда скучаю по текстуре этого тинта и по тому, как он идеально подходит к моему оттенку кожи. У меня оттенок еще раз 4. Я сначала хотела взять чуть посветлее оттенок, но потом я поняла, что все-таки мы сейчас идем в лето, как бы лучше взять либо потемнее оттенок, либо тот, который у меня был. И я решила взять тот, который у меня был уже оттенок, оттенок номер 4. Наверное, вы знаете, как выглядит упаковка этого тинта. Я, кстати, делала на него обзор, когда он только вышел в прошлом году. В общем, да, мне он до сих пор нравится. Это странно, но я не тот человек, который будет покупать что-то во второй раз из косметики, но именно по этому тинту я реально скучала, и я рада, что я его купила, да еще и со скидкой. Вот такая у меня была посылка из Sephora, которую я заказала из онлайн-магазина Sephora. Сейчас я покажу вам, что я купила непосредственно в Sephora в третий раз, потому что мне нужно было пополнить запасы моего ухода, и поэтому я это сделала. Итак, первое, что я купила, это то, о чем я долго думала, потому что бывает так, что у меня, допустим, заканчивается типа умывалка или масло для снятия макияжа, и я иду на Амазон и покупаю это там просто в пять раз дешевле, чем в Sephora, либо я заказываю это с корейского сайта какого-либо, либо с Alta. Но проблема в том, что я поняла для себя, нет или очень мало средств, которые стоят там, знаете, не под 50 долларов, и у которых очень хорошие отзывы. Большинство паст для снятия макияжа или масла для снятия макияжа имеют очень плохие отзывы, или как бы они такие, кто-то говорит, что это вау, суперпродукт, кто-то говорит, что ужасно, типа не смывает макияж. Я просто не хотела покупать с Амазона, потому что на Амазоне участились покупки фейковых средств, то есть там кто-то говорит, что я купила это с Амазона один раз, все было нормально, второй раз купил, продукт оказался фейком. Поэтому я подумала про себя, раз в Сифории распродажа, я могу получить 20%, почему бы не купить что-то хорошее, какой-то хороший бренд в Сифории для моего масла для снятия макияжа. И я купила масло Камелии от Тача, у меня не так много продуктов от Тачи, у меня, наверное, только что умывалка, крем и сыворотка была. Вот я ни разу не пробовала, по-моему, все-таки масло, нет. И я поняла, что это будет хорошая идея, да, это масло, оно вообще ни разу не дешевое. Я, кстати, забрала последнее масло, то есть онлайн ничего не было, и в магазине, представляете, оставалась буквально парочка этих масел. Я решила сделать пикап, то есть когда я уже забрала это масло, его уже нигде не было, ни в онлайне, ни в магазине, нигде. Поэтому это реально расходится как горячие пирожки во время распродажи. И это стоило 48 долларов за 200, 150 миллилитров. То есть я покупала до этого масло на Амазоне, и там было 200 миллилитров, и оно стоило там, может быть, не знаю, 20 долларов. То есть это Тача, вот. Я, кстати, вчера попыталась открыть эту упаковку, чтобы не раскрывать ее, так знаете, медленно перед камерой. Она открывается вот таким образом. И вот таким образом выглядит упаковка этого масла. Мне нравится упаковка, это смотрится супер дорого и очень эстетично, мне нравится. Здесь помпа, прикольно. Я обожаю, когда продукты с помпами, это самое лучшее, в общем, здорово. Я рада, что я купила что-то вот Тача определенно, особенно на распродаже. Итак, последнее, последнее, я обещаю вам, что я купила в этот раз в Sephora. Это, ну, Sephora бренд, это просто умывалка для лица, потому что моя... У меня умывалка, которую я использовала, наверное, на протяжении трех месяцев. И это бренд Used to the People. Мне, если помните, дали в подарок в goodie bag от Cal Beauty, такую огромную бутыль этого средства для умывания лица. И я просто немножко устала от него, если честно. Поэтому я такая, окей, я хочу что-нибудь взять новенькое, но, наверное, не очень дорогое. Вот, я взяла вот эту умывалку от бренда Sephora. И я, по-моему, до этого использовала эту умывалку, мне она понравилась. Я вчера ее использовала, и, в принципе, мне нравится эта умывалка. Она тоже гелевая, и реально тоже все хорошо смывает. Остатки макияжа. И здесь 98% натуральных ингредиентов, что мне нравится. Вот, а я думаю, что это все, что я хотела вам показать. И напоследок я хотела бы сказать, что я очень надеюсь, что мой холл или моя распаковка косметики из Sephora как-то помогла вам взбодриться, подняла вам настроение. Я очень надеюсь также, что благодаря этому холлу моя любовь и моя тяга косметики, она как-то вернется, потому что, наверное, я не знаю, заметили вы или нет, или у вас тоже такое есть. Но многие блогеры, да, перестали снимать видео, бьюти-видео, понятно дело, да, почему. Но даже если не снимаешь видео, все равно как-то есть такое чувство, что раньше как бы косметика была тебе интересна, сейчас как-то, ну, нет этого, нет такого, как было раньше. То есть, если раньше я там, о, новая косметика, новые релизы. И еще и релизы стали очень скучными, и поэтому ты так сидишь, смотришь американских блогеров, которые выпускают видео каждый день, потому что больше никто не выпускает видео, да. И как бы ты так смотришь, ну да, ну косметику, ну как бы окей, круто. То есть, это больше, как знаете, для фона что-то там ты включаешь. Но раньше я бы смотрела так с раскрытым ртом и смотрела бы вообще кто что покупает, там. Я не знаю, как это объяснить, но, короче, меняется время определенно. Я очень надеюсь, что в будущем все вернется на свои места, и мы также будем постить видеоконтент, бьюти-видеоконтент. Но все-таки, мне кажется, когда происходит такая большая распродажа в Sephora, первое, что ты чувствуешь, это как не любовь, ну, не любовь к макияжу, косметике, а это допамин, который ты получаешь, когда ты покупаешь что-то такое красивое, классное. Поэтому да, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, если вам интересно это видео, если вам нравится такой контент. И я увижусь с вами очень скоро. Ваша Юля, не прощаюсь. Всем пока.